Роскомнадзор обещал отказаться от веерных блокировок. Раньше в ведомстве говорили, что война с Телеграмом не сказывается на других сервисах. Пользователи же продолжают жаловаться на перебои в работе самых разных сайтов. Образовательные порталы, общество научных работников уже даже к премьеру Медведеву обратилось. По их словам, частично парализован учебный процесс в МГУ, ВШЭ и других университетах. Недоступны научные издательства и архивы журналов. Пострадал также сайт вольного сетевого сообщества Диссернет, разоблачившего масштабные некорректные заимствования чужих материалов в диссертациях многих недобросовестных авторов, в том числе главы Роскомнадзора Жарова. Не работают сервисы компании Адоба, завязанные на облаке, Lightroom, Photoshop и другие. Но можно все исправить, если использовать VPN. Страдают другие мессенджеры. В Скайпе временами не работают звонки, Вайбер плохо принимает сообщения, а корпоративный слэк просто не грузится у части пользователей. Онлайн-игры. На фоне блокировок пропадает подключение к сервисам PlayStation, Nintendo и Xbox. О проблемах пишут и другие популярные игры. Недоступны в России сайты Transparency International и нового проекта Кода. Не показывается видеореклама Google, заблокированы гугловские же универсальные шрифты и местами магазин приложений для андроида. Даже умные дома бунтуют против своих хозяев. Некоторые жалуются, что после блокировок перестали работать даже розетки. Отключаются камеры наблюдения, и только прокси и VPN могут вернуть систему к жизни. Большинство умных домов работают через адреса Amazon. Блокировки обрушили сервис защиты от спама, то, что называется капчей. Его используют на многих сайтах при формировании заказов или отправке комментариев. Телевизоры с функцией Smart TV временами не подключаются к интернету. Те же проблемы у фитнес-трекеров и приложений для обработки фотографий. Резиденты Сколково, разработчики софта Flexby, посчитали, что продолжение борьбы с Телеграмом теми же методами может стоить российским компаниям миллиарда долларов. Столько же, по версии Flexby, недополучат к концу года Google и Amazon. А Телеграм продолжает работать. И пользоваться им, судя по всему, продолжают и Дмитрий Песков, и даже Александр Жаров. Продолжение следует...